Не знаю как у тебя Мне казалось, что это всегда проблема моя То, что я не могу, например, читать одну книгу Сустейн Играть в игру одну, проходить уровень за уровнем Мне всегда, например, у меня сейчас стопка чтения Это два журнала и две книги Художественная и какая-нибудь Ну, обучение, короче, чему-то я читаю Какое-то мастерство сценарное Или это что-то обучение, типа, как с видео связано Или как-то еще Игры тоже, я такой уровень прошел Следующий, нет Я лучше в другую игру поиграю И вот у меня всегда так было Мне казалось, что это какая-то странная черта моего характера Потому что я видел люди, например, сели в игру, играют, играют, играют Третий, четвертый, он все играет, никак не слезет Только как так можно? Это какая-то суперспособность Меня, ну, как будто меня, знаешь, типа, внимания я не могу уделять А потом На примере других вещей Я понял, что это механизм моему мозгу Не закапываться в чем-то и уставать от этого Независимо уставать Интересно это, неинтересно А как раз переключать внимание И, типа, мне что-то нравится Но, очевидно, любой раздражитель Со временем он как бы перестает раздражать То есть я буду так вот сидеть, Михаил ковырять в руку Он такой начал Мне кто-то в руку ковыряет Через минуту он даже не будет замечать Что его кто-то в руку ковыряет Если были вопросы, откуда эти шрамы Да Как раз я слишком много ковырял руку Михаила И если просто какое-то время руку отнять Например, сейчас вот так вот делает Михаил А потом опять в руку Он такой, о, смотри, опять кто-то на меня в руку тыкает Вот в чем смысл И, например, вот сейчас мы с Мишей думаем Как насчет того, чтобы Вот, хороший пример Мне очень нравится сидеть дома Как и Миша Заниматься своими делами Что-то там снимать Монтировать Лежать в кровати Лежать в кроватке Какие-то игрушки гамать Что-то там читать Какие-то видосики смотреть Прекрасное времяпрепровождение Но на третий день этого времяпрепровождения Ты такой Блин, каждый день один и то же Одно и то же Все время, блин, по одной и той же схеме Сука, бесит Если вот буквально на денек Куда-то выехать, например Не знаю, там Просто по Москве просраться как-то Ты к концу этого дня Куда я полез? Че, сука, я мокро Куча людей Короче, я потратил кучу денег Кучу времени Устал Нахрена? Но ты приезжаешь домой И еще три дня С таким удовольствием Занимаешься тем же, чем ты, сука, каждый день занимался Звучит логично? Ну, местами Я задумался, что нет На самом деле Хорошо Твоя версия Смотри, моя версия Возможно, тебе Вот именно в этих занятиях Тебе не хватает Просто степени вовлеченности То есть, типа Вот, если говорить про что Ну, там Игры ты сказал И если я буду говорить про себя Я знаю, да, людей Которые могут во все игры Сесть и играть Спокойно Но я, например, тоже Кого-нибудь включаю Че я там пытался проходить Я включаю Я концентрируюсь на игре См чуть-чуть Я такой И все И выхожу Не могу долго играть Но Так Стоило выйти Балдургейт Смотреть ему И я такой Ого Ого И у меня нет Такого ощущения Что я сейчас биту закончил Пойду посплю Нет У меня типа такое Ещё Больше, больше, больше И больше И больше Вот То есть, типа Возможно, это дело В степени вовлечения Просто ты делом занимаешься Чем-то не таким уж супер Классным Ты читаешь не ту литературу Которая тебя так Ого Вставила И всё И они не отпускают Игры тоже не такие Ого Вставила, не отпускают Ну, вот это всё В таком же ключе Ну, то есть Про сидение дома Я, в принципе, согласен Кроме того, что часто У меня, когда я поехал в Москву Я возвращаюсь домой И у меня вот просто ощущение Нахрена я это сделал И как бы на следующий день Тоже нахрена я это сделал У меня оно как бы Не пропадает никуда Вот Но, типа Именно если где-то Прям что-то круто вовлекает Ну, оно вовлекает Мне кажется Тут вопрос просто в том Что Ты в целом можешь Всё так на автомате делать И тогда ты как бы Просто любым процессом Занимаешься Чисто в роботизированном Форм-факторе Ну, в какой-то степени Довольствие получаешь А можешь Типа У тебя что-то может Прямо так Ух Прямо Согласись Вот эта вовлечённость Возникает Не всегда Ну да Если бы каждый Типа Ты не знаю Тратишь на игру месяц Так условно Если бы каждый месяц Выходила игра Которая тебя захватывает С головой Да мы бы тут Не жили бы в этом мире В принципе Мы только в виртуальном Были И со мной Случалось так Не часто Например Четвёртый резик Я приехал домой Поиграл полчасика Ну, типа Какая-то игра Старый четвёртый резик Какая-то игра На следующий день Я такой включил И выключил с утра В пять часов Пройдя всю игру до конца Такое было Такое было С какими-то фильмами Например Я сел Вечером чуть-чуть Посмотреть Второго Блэйдранера Ну и гляну Я смотрел до конца Я не смог остановиться Я за хлёбом читал Например Приключения Элли Там Когда, по-моему Те самые Орфинджи С его солдаты В детстве Я прям такой Типа Вот Ну Чем старше Ты становишься Тем меньше Для тебя Вот таких игр Которые прям Тебя забирают Куском И тоже Это может быть На разном моменте То есть Сначала Ты привыкаешь К игре И чуть-чуть Не можешь А потом Возникает Момент Невозврата Невозврата Особенно Часто К финалу Возникает То есть Ты находишь Такой момент И понимаешь Что В принципе До последнего босса Осталось не так много И вот Там это может быть И пять часов Но ты сидишь И пока не дожмёшь Но Я бы был счастлив Это было бы Постоянно К сожалению Такое Не случается Опять же Например Ты играешь В Last Stand В Довике Это интересная штука Но там есть Куча вещей Которые Типа Просто Ты качаешься На серединке Где Например До Какой-то До десятой волны Например Там мозг Включать не нужно И ты Переключаешься Там на сериальчик Какой-то Что-то ещё Ну да И тебе Получается Ты сериал Не очень интересный Смотришь Но его нужно посмотреть Например Не знаю Я смотрел В своё время Хочел Балдурс Гейт Сказать Старгейт Как он Не помнишь Назывался Старгейт Звёздные врата Сериал Какой Неважный Старгейт И там Была В каком-то Хрен знает Каком сезоне Появлялась Моя любимая Актриса Клаудио Блэк С прекраснейшим голосом Малдоран Вала Малдоран Как-то так её звали Короче Типа Она была Какой-то Владычицей морской Там В мире Вот этих Божеств И она Перешла На стороны Людей Я такой Я до неё Досмотрю И буду смотреть Там Естественно Все эти серии До Мне были Не особо Интересны Но чтобы Понимать Что происходит Я по телеку До этого увидел Была смешная Обстановка Детская Где они Палатки Поставили Среди леса Это у нас Поселение Каких-то Чуваков И Получалось Я Прокачивал Уровни В Ласт Стенде И Параллельно Смотрел Захерню Соединяя эти Куски Я прорвался До того Что мне нужно Для того Что мне было Интересно А тут Никак Ты не сможешь Просто О Я захватил Нифига себе Ласт Да Вначале Было интересно Но потом Успокоился Ну Я справедливо Се ради Могу сказать Что я Не помню Последний раз Мне кажется Я лет в 10 Ну ладно Не в 10 А может и в 10 Я последний раз Сидел Играл в игру Чтобы я прям Концентрировался В полноценной игре Потому что Ну сейчас Думаю Все сейчас У нас поймут Когда у тебя На втором мониторе У тебя Видосик Сериал какой-нибудь Еще что-нибудь Типа фоном У тебя что-нибудь Или ты не один Играешь У тебя Ты разговариваешь С кем-то Параллельно То есть Чтобы сидеть Самому Вот так Пыриться в игру Я не помню Последний раз Такое делал Прям вообще Не помню Да Балдерс Гейт Тогда как Все равно Ну типа Или в коопе Или что-нибудь Надо фоном Не ну то есть Типа там Классные диалоги Типа я не спорю Просто все равно Это уже на автомате Так работает Но я все равно От нее кайфую Вот кстати Возможно тебе надо Балдерс Гейт Ты первый в стиме Наиграл Денис 190 часов Иди играй уже в третий Я поиграю Но опять же Я спокойненько дождусь Когда они все Поправят А ну ладно Может быть И спокойно поиграю Я просто не спешу Смысла нет А в 43 Ну типа Ну вышла игра Она в целом Год пройдет И не замечу Ремейк Резика Можешь поиграть Ремейк Резика Хороший вариант Уже тем более Вышла DLC У меня 600 игр в стиме Я в целом Знаешь И большинство из них Не играл Какая я Первая поиграю Вообще Смотри Ремейк Резика И к нему вышла Еще Сепарит Вейс Наконец-таки Тоже заду Тоже сможешь поиграть В твоем масте Да Вот все Короче В отдыхе Мне кажется Это тоже работает Говорят Что отдых Это смена Деятельности Правильно То есть Типа Тебе твоя работа Нравится Но все равно Ты такой Устаешь Но я делаю Одно и то же Ну задолбой Кажется Важный момент Когда ты Чем-то другим Позанимался Отдохнул Не знаю Дрова прорубил Ты возвращаешься И такой Типа Воу А это Какое-то Освежающее чувство Блин А вот я реально После того Как я месяц Сидел с этим Горлом с роном Я сел И смонтировал Свой первый репорт Вы не поверите С каким удовольствием Я это сделал Я давно уже Сам себе репорты Не монтировал Тут сел Потому что Как бы Все равно Я наговорился На неделе уже С горлом Мне больше записывать Нельзя ничего Я думаю Посижу Помонтирую Такой кайф Вставочки Поискал Сейчас кстати Набрал Из 12 Студия Вставки Из Старварза Третьего Набрал Мемасных Сцен Что-то Где-то Еще Каких-то Знаешь Что взял Из Нефти Помнишь Дренированный Он там в конце Говорит Когда этому Лайк Лайк Пришел К нему Говорит Я продам вам Типа Который вы не купили Кусок земли Он говорит Он уже высосанет Она Дренирована Я знаю Я знаю Что тебе можно посоветовать Денис Точно Проходить Балдургейт Чтобы нарезать На вот эти Вырезки Возможно тебе понравятся Именно Не реплики персонажей А реплика Наратора Там такой классный Женский голос Я уверен Тебе 100% Понравится И там Как То как там Произносятся Отдельные фразы Я уверен Тебе захочется Это нарезать Самое конечно Думаю Все кто играли Поймут Когда там Говорит Подчинение Потому что Первый акт Ты слышишь его Раз в миллион Когда говоришь Любым этим Поклонникам Абсолют Ты постоянно В конце Слышишь Реплику И Короче Ты профессия Ошибся Тебе нужно Быть доктором Тебе люди приходят Доктор Короче У меня Вот это Барит Вот это Вам поможет Прохождение Балдургейт Три кубика Балдургейтса Внутри вены Срочно Быстрее Потому что Ты сразу Ищешь Проблему И решение Вот И мне кажется Тебе нужно С женщинами Побольше Пообщаться Для них вообще Решение Они просто Высказывают Тебе проблемы Я понимаю У тебя Очень сложно Следующая Тема Решения Решения От тебя Не ждут Могу Тебе Посоветовать Еще Я не могу Посоветовать Я ничего Не могу Кроме Балдургейт Ничего Хорошего Нет Сейчас Хорошо Работает Балдургейт Потом У всех Это Резистенция Разовьется И нужно Будет Искать Новый Балдургейт В кавычках Ну я провожу Аналогию С антибиотиками Ладно Хорошо Логично Логично А что кстати После антибиотиков Нужно пить То что Возвращает Микрофлору После Балдургейта Что бы ты посоветовал Чтобы вернуть Микрофлору На тот же уровень Хороший вопрос Хорошая аналогия Да Ладно Вы спросите А Денис Да Варгейм Это то сука При чем вообще Да Сколько Чего 20 минут 20 минут Какой-то херни Говорите Значит Смотрите Мне кажется С Варгеймами Может проработать Та же самая ситуация Вот здесь Мы Как просто Безумные Какие-то фанатики Играем Вархаммер 40 тысяч Но Если Периодически Не все время А периодически Переключаться На какую-нибудь Ахинею Прям даже Выходить За рамки Вархаммера Не знаю Дропфлит Ассоут Или что там было Что наверное Умерло уже Но какие-то Варгейм Не хватает Телефона Алло Дурка Денис Дропфлит Собрался Чтобы никого не обижать Прекрасный Варгейм Леха например Максимально Другой опыт Вообще Культура Другая Другой подход Два кубика Максимум Миньки Там Кота Буюна Все еще Варгейм Все еще Нужно ростер Себе придумать Как-то играть Там Захваточек Поиграл Переключился Почувствовал Что-то новенькое Узнал Как в других Системах Бывает Такой Ну Это Чувствую Например Не мое Может быть Понравилось На моротке Все Скупился Лихо Играешь Прекрасный Тоже вариант Но Типа Если прям Вархаммер Нравится Попробовал Лихо Возвращаешься Вархаммер Такой Воу Как же здесь Классно Я Обожаю Бросать 30 кубов За раз Значит 200 миник Двигать Там вот это Все переставлять Смотреть в лицо Оппонента Говорить ему Нет Дюйма у тебя Здесь Так что Ты соснул И прям Сразу У тебя Вот это Все Восстанавливается Ты с удовольствием Вархаммер Играешь Просто нужно Периодически Переключаться На другой Варгейм Возможно Я понимаю Что это Не так просто То есть Поменять Фильм Поменять Компьютерную Игру Сложнее Съездить В отпуск Куда-нибудь Переключиться С работы Сложнее Да Ну можно Просто Не знаю Работать Здесь Потом Дрова Порубить Попроще В деревню Поехать А варгейм Это все-таки Большинство Сложения Ты не можешь Просто Такой Типа Вот Я скачал Другой Варгейм Сейчас я буду Уграть Ну это вопрос На самом деле Того Какой ты Варгейм Хочешь Поиграть Потому что Другой Варгейм На самом деле Это мы привыкли Что ваха Дорогой Варгейм Многие Варгеймы Типа Ну тебе достаточно Стартовая коробка Тем более Ты не будешь Часто играть В соответствии Тебе нужно Небольшое Количество Покупаешь Стартовую коробку И типа Все Можно и так Наверное Есть еще Сложность То что Вархаммер И в целом Варгеймы Это Тайм консюминг Все таки Хобби Оно реально То есть У тебя Например Есть Два выходных Один условно Ты там Семья Или Друзья с пивом А второй Ваха Ну Типа Вернее Варгейм И вот Ты либо Поиграешь в Ваху Ну либо Не знаю Котов Буянов Поводишь Кто-то тебе напишет Что Все равно Ты будешь С друзьями Пиво И ваху Это Когда Можно Объединить Это же Хорошо Прекрасно Все равно Короче Ты не хочешь Просирать Оба выходных На Похожее Хобби Соответственно В месяце У тебя Четыре Викенда И как-то Типа Три Для Вархаммера Один Тоже Система Ты из них Быстро Захочешь Выскочить Ну У тебя Просто Мне кажется Ты устанешь Да Но с другой стороны Реально Вот Не знаю Я просто Хочу Понять Вот Мы играли Вандерволз Насколько Мне Помогло Это В плане Того Что Прям Девятка Там Ощущалась Прекрасной Игрой Которая Классная Это интересно Потому что Если у тебя Отличались Именно ощущения Это было Интересно Потому что С моей Могу Стороны Сказать Тогда Когда ты Играл Вандерволз Хуже Понимания Вархаммера У тебя Не было Вообще За все время Что я тебя знаю У тебя Вообще Было Какое-то Абсолютно Оторвенное Представление Что происходит В Вахе Миньки Окей Согласен Опять же У варгеймов Так как Система Вся на нас Мы Носители Правил Мы следим За их соблюдением Особенно Если ты Ходишь По варгеймам Близким Типа Ерич Хорреса Девяточка Олд Волд Эйдж оф Сигмор У тебя Начинают Типа Ой Так Сейчас Твой Двойной Ход Или Мой Двойной Ход Вася Мы В Ерич Хорреса Играем А Да У меня Девастейтинг Вунды Вася Да Сука Я не понимаю В какой Игре Я нахожусь И Все Естественно Ты начинаешь Поверхностно Это То есть Где было Тебе Вглубиться Понять Потому что Опять Чтобы углубляться Тебе нужно Направленно Идти В этом направлении Ты не можешь Просто Чуть-чуть Хватал сделать Чуть-чуть Сделать И Все Прекрасненько Соответственно Ты будешь Везде Очень Поверхностно И Как раз Это Варгейм Одно Из тех Где Тебе Нужно Развиваться Докапываться Докапливать опыт При том Что Сейчас Правила Обменяются Достаточно Быстро Ты должен В этом Ориентироваться То есть Ты Начал В десятке Пропустил Пару месяцев Такой Ой Аудиостейтинг По-другому Работает А вот Цены Уже Другие Типа Кодексы Какие-то Вышли Черт Я Как-то Не успеваю Что делать Можешь Быстро Отколоться Там Уже Другие Проблемы Начинаются Ну И Вот Получается Вопрос А Стоит ли Переключаться На эти Другие Варгеймы Ты Не потеряешься Ли вахе Это На самом деле Насколько тебя ваха увлекает Мне кажется Проблема В том Что По-хорошему Ваха Слишком разнообразна Если ты Полностью увлечен То она будет Просто Если ты Внутри нее Занимаешься Разными вещами То ваха Просто Может сожрать Любое количество Времени Которое есть Мы про это Рассказывали И За счет того Что она разнообразна Получается Тип Может не надоедать Согласен То есть Ты можешь Походить на турнирчик Покрасть Минчики Пособирать Почитать Литературку Посмотреть Каналчик Какой-нибудь К сожалению Видео Там у нас Либо Это Ютуб Либо Это Вархаммер Плюс На каких-нибудь Телеграм-каналах Где Беспотно Это все Выпускают И Это максимум Что можно Посмотреть Но тем не менее Все равно Можно спокойно Люди Ваху Настольную Не видели Опотребляют Кучу Видеоконтента По ней Мы знаем Каналы Которые Вообще На этом Только И Паразитируют И При этом Опять же В рамках Одного Хобби Ты Переключаешься Тебе надоело Хать по турнирам Ты можешь Даже Не то Чтобы Перейти Просто На книжки А ты можешь Перейти на кухню Можешь В крюсейд Пиграть Можешь Какую-то Компанию Кто-то Там Запустил Вот например В Короче У Пашки В городе З Как он Называется Зеленоград Запустили Компанию По крюсейду С парнем Которому Не лень писать По крайней мере Поначалу Вводные И Бэковые Вставки Лорны И прочее Там С диалогами Что-то прописывает Типа В кайф ему Все-таки Есть такие умельцы Которые готовы Такие вещи Тащить И это Ну Абсолютно Не турнирная Ваха Она абсолютно По-другому Там Не важно Чего сейчас В тренде Чего сейчас Тащит Там тебе надо Просто максимально Входить И вот тоже Садиться И так же Писать Вот Мой капеллан Он там Встал Значит задумчиво Туда-сюда Посмотрел На восток Там и так далее И Это другой опыт Он тебе Как раз Опять же Я например Конец девятки Отдыхал На Крусейде Я там не занимался Вот сейчас Мне интересно Опять же Что-нибудь Турнирное Поиграть Потому что Начало редакции Переключаясь Между этим Соответственно Я тоже могу Как раз Не упарываться Что все Турнир надоели Все Вся ваха В этом Вот мне надоело Красть Клеить миньки Но я отпустил Это Пока не тянет Обратно Блин Самая лучшая Часть вахи Красить Ну Красить нет Говно Ненавижу красить Но собирать миньки Это самая лучшая часть Вахи Никогда не надоест Мне Вот как в первый раз Собирал миньки До сих пор Кайфую от этого Проблема в том Что я часто Стало больше времени Занимать То что прошли те времена Когда я брал Покупал коробку с хэмом Просто собирал Какая она есть А теперь Каждого своего странного Спейсмарина Надо аквилу спиливать С груди Это уже занимает Ноговорили Ещё и желательно Камеру поставить Да Ещё это снимают Через плечо Народ наблюдал Сижу я вчера Такой в час ночи И снимаю Как я собираю Блин Не скажу Какой юнит Сижу и снимаю Как я его собираю Я спать хочу И надо ехать Мыть ещё рано С утра А я собираюсь Потому что Что делать Короче Моя мысль Первое Возможно Не так стоит бояться Других варгеймов В том плане Что Ну всё Если я пошёл Который варгейм Ну это на всю жизнь Всё Типа ваха Сто пудов Я её закидываю Я буду играть Не знаю Что-нибудь Вармастер Помнишь такое Хорошая шутка Нет Можно Именно Попробовать Таким образом Переключиться И потом найти Потому что ваха Стала для тебя Важным чем-то Ну да И ты такой Ох Слушайте А вот пока Меня там не было Там по месяцу Не знаю Парочку Что-то новое вышло Что-то интересное И опять я вкатываюсь Если Сейчас опять Опять же Десятка Очень легко Всё делается Вот реально Даже с выходом кодексов Там не так Всё усложнилось Чтобы понять Что у противника Просто таким Ну понятно Всё значит Правила такие Такие Значит основные Ты смотришь В каждом юните Основное правило Одно Максимум два Вот И смотришь Если девастейтинг фунды Там в профилях Ну да Всё в целом Более-менее понятно Опять же Можно посмотреть Какие-то растерки На турнирчиках Кто о чём играет И всё У тебя уже Там один турнир Ты посмотрел Сходил И уже Понимаешь Что сейчас Уметь Происполнится Как будто Десять тысяч лет Ходишь на эти турниры Да Это не старая редакция Не прочная Где Всё очень быстро Менялось Всё было Максимально сложно Это такой Окей Здесь правило Вот это Вот это Проработано А это правило А если вот так То вот так Ладно Пожалуй Не сегодня И Как бы Смысл Не в том Что ты Реально Что-то Приключаешь Ищешь Какой-то Новый опыт Хотя Об этом Тоже Это отдельная Целая Тема Для себя Разноображивать С помощью Разных Штук Смотреть Где Что есть Опять же Расширять Кругозор Но именно Обновлять Эмоции Там Где Они У тебя Немножко Притупляются От того Что ты Занимаешься Одним И тем Жем Ну да Это касается И Отдыха Когда Выехать Куда Ничего Поделать Переключиться И вернуться Обратно С новыми силами С большим Удовольствием Всем этим Заниматься Варгейм Ну Хрен его знает Насколько Вот сейчас Мы обсудили Это не такая Лёгкая Как бы Ситуация Ну да И вот Возвращаясь К своей Первой Аналогии Вот Мне Реально С книгами Если Начиная Главу За главой Читать Они Как-то Скрадываются Что там есть Я хуже Запоминаю Хотя И так Ты из книжки Скорее всего Одну-две мысли Выносишь Ну да Вот например Двенадцать улев Я прочитал Она Я понял Что В начале Прочистки Вообще Дословно Снят сериал А в конце Они уже Сбавили оборот Много чего Выбросили И вторая мысль Это Мне очень понравилась Фраза В начале Где у Воробьев Висит календарь Написано Типа Смерть владеет всем Или как за так Классный лозунг Для чего-нибудь Для варгейма Варгейм Например Да И Так В большинстве случаев Типа Из фильмов Ты тоже Вынес какую-то Одну мысль Ну классно Так-то вряд ли Все запоминаешь Бесконечное количество Ну да Пересмотрено сериалов Если что-то вытащил Все хорошо И Вот Как раз Когда я Как-то читаю Не знаю Все Я не могу У меня Ложи Возьми Вокопляйся А потом Когда стопка По кругу Крутится До той книги Доходишь Нормально Опять следующая глава Читается Вот у меня так Не знаю Не хватает Вовлеченности Сложно Считать Книгу По сценарному Мастерству Влеченно Ну вот да Я помню Это первое Когда я стал Читать книги По HTML Когда у меня В принципе На работу Взяли Сайт Нужен Ты же не читаешь Как фантастику Мне кажется Ты видишь Ты равняешь Развлечения И какой-то Процесс Или Учебу Оно не факт Что будет таким веселым Вот поэтому Возможно Тебя тоже Ты пытаешься Чтобы все таким было Но все-таки Быть не может И скучновато Это просто становится банально Ты такой Та-та-та Чего-то как-то Я не хочу Я читаю книжку Про эту сценару Не быть Тебя сценаристом Денис Все поэтому Вот так вот Представляете Как все происходит Именно поэтому И кстати Тоже На своей книге Я работая Переключаюсь Периодически Не могу прям так сидеть Опять что В тупик Упираешься В какое-то Подальше Пожалуйста Расскажите Как у вас Это происходит Вам идея Или вы Всегда это используете Переключение Дениса Это вообще Это common sense Просто Типа Чего Просто Для меня Это было понятно Всегда Тут с Wargame У меня вдруг Эту мысль Нет У меня есть знакомые Которые вообще По-моему Мне кажется Никогда Ни на что Не переключаются Так что Это вполне себе Может быть Обыденность Для кого-то Не переключаться И все Или может быть Вы тоже Не переключались И сейчас Такие О Слушай Может действительно Попробовать Что-то поделать А потом Посмотреть С каким ощущением Типа Все время Драчил правый А так На левую Переключился Серьезно А потом опять На правую О Охренеть Что происходит Непонятно И опять же Не знаю С геймингом На ПК Играл Поиграй на консоль Абсолютно Новый гейминг Особенно Знаешь На Особенно Сейчас На Деске Не ладно Если такое То да Но я хочу Сказать Сейчас Игры Одни и те же Все Подписчик Дает Свою Свитч Я говорю На играть Особо Непонятно Что Он начинает Перечислять Игры Которые На других Консолях А я Сигра Смысл Они Очевидно Будет Хуже На свитче Ну да Я могу Поиграть Спокойно Нинтендо Фанаты Оголтелые Прибегут Ничего Что-то Кричать Ноги Да Ты можешь Поиграть Ведьмака В метро Я могу Стим Я ему Стимдек Могу Купить И кстати Лучше Буду Играть Мне кажется Просто Лучше Спокойно Ведьмака Поиграть На большом Экранчике Лежа На своем Диванчике Не Ну это Нинтендо Это говно Я не знаю Все равно Простите Слишком абсуртистские заявления Там странные всегда эксклюзивы Нинтендо Это всегда про странные эксклюзивы Либо ты любишь Марио и Зельды Либо нет Зельды вроде хорошие Последние Марио Терпеть не могу Никогда Ненавидел Марио Как вот первый играл Это говно Сраное До сих пор Не люблю Зельду Я бы поиграл Но в ней Можно поиграть На Стимдек Семулятор Ну да Я не знаю Но сейчас не даст Никого опыта Мне кажется Еще другого Ну я помню Я в какой-то момент Переиграл Все жанры Были все Мне скучны Я стал Чего-то Чего вообще Никогда Например Ace Combat Я запустил Какой-то 5 или 6 Я до этого В такое вообще Не играл Аркадные Какие-то Авиасимы А тут Такое Я прошел Не без удовольствия Но больше Я Ace Combat Никогда Не играл После этого Потому что Ну не мое Но мне было Достаточно интересно Или Например Я играл В первый Блин Валькирия 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 Хрониклс Хрониклс Да Это которая А-ля походовые Где ты В реальном времени Бежишь Пока у тебя Экшн-поинт Не стреляешь Ну у тебя экшн-поинт Получка такая Классный игрок Охренительный Только после этого Выходил Второй на PSP Что-то Третий Четвертый Я уже ничего Как не знаю Кстати Четвертый Вроде хороший Просто именно Игра хорошая А второй Третий Рак жопу желаю Этим людям Которые Додумались выпустить На одной консоли Одну версию И потом Ладно Выпустить Справедливость Радио везде Даже на компе А вторую И третью Для PSP Эксклюзивами сделать Будет типа нормальный Видимо Первая не так сильно Продалась Поэтому Бюджетчик на вторую Был маленький Поэтому четвертая Вдруг вышла А здесь нашли Деньги Не знаю Или Дизгая Ну вот знаете Силы на первую Можно найти И там в целом Прикольно Но это Настолько задротское Игра Что на вторую Третью Четвертую Скажите Пятую Шестую Я не решился Это просто жесть Ну ладно Это мы в какое-то Другое ушли В поле Абсолютное Там в никаком Переключении И не пахнет На самом деле Короче Стоит ли От Вархаммера Отходить В сторону Ради того Чтобы обновить Ощущения От Вархаммера Напишите Пожалуйста Нам интересно Ваше мнение Потому что Если без вашего мнения Мы вообще не подойдем Я вот не думаю Что стоит Миша рад и Вархаммеру Нет просто на самом деле Это боязнь Отказа от Вархаммера Если отказываться от Вархаммера Хоть на какое-то время Значит отказываться От большей части Своей жизни И значит все Я не знаю что делать Понимаешь Боязнь неизведанного Вот так вот Страх Перед бездной Как начнет Сматриваться в тебя Ну в данном В моем случае В АОС Буду сматриваться Что ж Надеюсь Какие-то мысли У вас от нас появились Увидимся На следующих Письмах Спорт Лото Берегите себя И свои милечки И ты лайк Постаркал И подвиженец Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok